Друзья, всем привет! Вы находитесь на Криптокухне и мы продолжаем разбирать фондовый рынок, причины роста, что случилось, почему акции крупных компаний продолжают расти на таких плохих новостях. Месяц назад я уже делал вот этот ролик «4 причины роста рынка». Если вы его не видели, то обязательно посмотрите. Там я пытался вкратце рассказать возможные причины роста рынка, несмотря на такой плохой новостной фонд. И сейчас, после небольшого отката, рынок продолжает набирать высоту, продолжает бить все максимумы, особенно крупные такие компании, которые на слуху типа Google, Amazon, Apple и так далее. И они за собой тянут весь рынок вверх. И в этом видео я хочу обсудить и продолжить эту тему. Поэтому, если не смотрели этот ролик про новые рекорды, обязательно его посмотрите. А мы начинаем. Начнем мы с того, что показатель индекса фондовой биржи Nasdaq побил свой рекорд. Сейчас, на данный момент, на сегодня, индекс торгуется на уровне 10500. Как мы видим по графику, это high, то есть это максимальное значение за последнее время. Это S&P 500 крупной компании, компании со средней капитализацией и S&P 600, компании с маленькой капитализацией. Если мы посмотрим рейтинг, который мы имеем сейчас, который ожидается в этом году, то здесь наблюдается полная аномалия. То есть такого никогда в истории индекса S&P 500 за последние 14 лет не было. Что нам это говорит? Чем нам показывает вот эта вот пиковая часть? Она говорит нам о том, что рынок сильно переоценен. То есть он не соответствует цены на акции тех или иных компаний, не соответствует доходам этих компаний. Здесь ничего удивительного нет. Вся экономика мировая была закрыта несколько месяцев. Доходы компаний в этот момент никаким образом вырасти не могли, потому что были закрыты магазины, были закрыты все доставки. Многие бизнесы очень сильно пострадали. При этом акции многих компаний за это время выросли. Если мы посмотрим на акции компании Apple, которая бьет от начала года, мы смотрим, она стоила 300 долларов. Сейчас она уже торгуется на уровне выше 350, добирается почти до 400 долларов. То есть за год цена на акцию этой компании выросла на 30%. Учитывая, что совсем недавно мы имели большую просадку, она стоила всего 200 долларов. Если мы посмотрим на Amazon, то тут вообще сумасшедший рост. После кризисной ситуации, когда акция немножко откатилась и стоила в районе 1700 долларов, сейчас она уже торгуется на уровне 3000 долларов. То есть просто те люди, которые купили здесь во времена небольшой просадки, просадки даже сильной не было. То есть чуть-чуть акция просела, но сейчас она торгуется просто на каких-то сумасшедших уровнях. Если мы посмотрим на индекс Russell 2000, это индекс фондового рынка с малой капитализацией из наименьших 2000 акций. То тоже данный индекс forward PE, значение этого индекса просто бьет все рекорды. То есть даже график не поместился в выборку, которая была до этого. То есть если мы смотрим, что на протяжении 2003 года, на протяжении 17 лет, примерное значение PE в Russell 2000 была в районе там в среднем 25, может быть 27, то сейчас она просто выпала куда-то, в какой-то космос улетела. Просто to the moon, как говорят в криптовалютах, просто куда-то на луну. Это тоже говорит о большой хайповости тех или иных инструментов и серьезной переоцененности данного инструмента. Мы видим, что 1169 с такой формой ожидаемой PE рейтинг Russell 2000. Это просто неведомо. Если посмотреть на показатели 17 лет, то есть это ни день, ни месяц, ни год даже. Это 17 лет. Такого никогда в истории фондового рынка за последние 17 лет не было. Тоже компания, допустим, Zoom хайпанула серьезно на пандемии. И акции компания, начиная с февраля, когда они торговались примерно на 70 долларов, выросли уже до 266 и не собираются, видимо, останавливаться. Shopify тоже одна из таких хайповых компаний, о которых многие говорят. Он занимается разработкой интернет-магазинов, то есть платформой такой готовой, где в один клик можно сделать себе интернет-магазин. Еще в феврале, в апреле акция торговалась в районе 300 и все кричали, что она пипец как переоценена, потому что таких показателей быть не может. Это слишком дорого для нее. Сегодня она стоит уже 1000 долларов. То есть компания за каких-то несчастных 3-4 месяца выросла в 3 раза. Это просто уму непостижимо. Tesla, как один из примеров, тоже акция торговалась на уровне 350-400 долларов. Сейчас торгуется на уровне 1400. И это вообще максимум самая большая цена за всю историю данной компании, что тоже некоторых людей повергает в шок. И ко всему этому на все эти показатели, которые мы посмотрели, на огромные росты, на прибыли в 200, в 300, в 400 процентов, накладываются следующие новости. Что 30 процентов американцев пропустили свои платежи за жилье в июне. То есть 30 процентов жителей Америки, а я напоминаю, что в стране живет там, по-моему, около 400 миллионов, а может быть и больше. То есть 30 процентов, около 100 миллионов людей не заплатили за жилье или по кредитам в июне. Это как бы, ну, как минимум для меня это очень серьезный был бы звоночек, что что-то с экономикой не так, и что-то все идет, все не в том направлении, в котором должно быть. То есть то, что я вижу вот здесь, когда график вырастает там в 5 раз, и то, что я читаю потом вот здесь, у меня просто в голове оно не сходится. Почему так может происходить? Далее смотрим, как прозвивается коронавирус в США. Мы не видим никакого выполаживания, мы не видим никакого отката назад. 3 миллиона новых всего случаев подтверждено, миллион выздоровел, 134 тысячи умерло, и график просто направлен вверх и продолжает набирать только обороты. То есть никакого отката мы здесь не видим, и вполне возможно будет вторая волна коронавируса. Но при этом я не думаю, что правительства стран будут уже вводить такие драконовские меры, что-то закрывать, потому что если США еще на месяц закроет свою экономику, то после этого она уже просто может не оправиться, и наступит глобальный международный кризис, такой же, как был в 2008 году, когда будет полная задница просто во всех сферах. Еще один интересный момент, на который стоит обратить, это сберегательные счета различных американских банков, и сколько они выплачивают в процентуальном соотношении за год. То есть максимальная ставка годовая, которую мы видим, это 1,25%, то есть в среднем где-то от 1 до 1,20% в разных банках Америки. Причем это собраны лучшие банки, которые выплачивают самый большой процент на капитал, который вы держите на сберегательном счету. То есть сами подумайте, здесь я открываю вам график Shopify, то есть если вы миллион долларов вложили 3 месяца назад в Shopify, то через 3 месяца у вас 3 миллиона, то есть вы получили 300% за 3 месяца, то есть 100% в месяц вы получили бы на этом активе, если бы вы вложили свои подматрасные деньги или деньги из банки, или из носка, в котором вы их держите, вы просто вложили бы в эту акцию, то вы получили бы 300% на сегодняшний день. И потом я вам открываю вот эту статистику, и вы понимаете, что, наверное, не я один такой, кто к этому пришел, и тоже один из факторов, почему я начал заходить на фондовую биржу, был то, что у меня на сберегательном счету были какие-то средства, которые просто лежали, и я понимал, что я получаю на них просто копеечные проценты, и та инфляция, которая происходит ежегодно в каждой стране, она просто не то, что там эти проценты покрывают, они их даже не покрывают, то есть мои деньги, пролеживая в банке, они с каждым месяцем обесцениваются, и с такими процентами, ну просто терять нечего, то есть мне кажется, что если эти деньги просто положить в любое, просто закрыть глаза, тыкнуть пальцем в любую акцию на фондовой бирже, там из S&P 500, и просто вложить в нее все деньги, то вы заработаете раз в 5 больше, минимум раз в 5 больше, чем вложив в банк на сберегательный счет, и я думаю, что не я один, кто пришел к этой мысли, и многие люди просто начали вытаскивать деньги из сберегательных счетов, и начали их вкладывать в акции, в фондовую биржу, потому что других альтернатив просто нет, смотрим на показатель безработицы, показатель заявок по безработице, которые подаются ежедневно, ежемесячно, да, график тенденции идет на снижение, но тем не менее, огромное количество заявок по безработице подается и продолжает подаваться каждый день, включая там 20 июль 2020 года, то есть каждый месяц люди продолжают и продолжают и продолжают подавать заявки по безработице, и это отвечает тем, что люди не могут платить за аренду, не могут платить за свои кредиты, за дома и так далее, потому что огромное количество людей потеряло просто работу, и опять же, это никак не соответствует с теми показателями, которые мы видим сейчас у некоторых компаний. Данный график я уже показывал в том видео, которое я упомянул в самом начале, государство американское напечатало огромное количество денег, и это еще одно из опасений, это инфляция, это обесценивание доллара, почему люди начинают забирать свой кэш из банков и пытаются его куда-то инвестировать, а куда вы можете инвестировать? Ну, по сути дела, у вас есть сберегательный счет в банке, который мы обсудили, что это не вариант, второй вариант это недвижимость, и третий вариант это фондовый рынок. Если мы посмотрим на состояние рынка жилья и недвижимости в Америке на июнь 2020 года, то средняя цена за июнь составила 342 доллара США, что на 5,1% больше, чем в прошлом году. То есть, несмотря на всю ситуацию, что коронавирус, эпидемия, многие люди потеряли работу, не выплачиваются кредиты, у людей, по идее, не должно быть денег на покупку жилья, но мы видим абсолютно противоположную ситуацию, что стоимость жилья только выросла. Как такое может быть, никому не известно, но я так предполагаю, что те люди, которые почувствовали какую-то нестабильность в рынке, в экономике, в долларе, они начали кэш, который у них где-то лежал там в банковских счетах, сберегательных, каких-нибудь пенсионных фондах, просто перевыводить и срочно вкидывать в дома, в недвижимость, понимая, что дом он останется. Со временем, как бы, недвижимость, это такой очень стабильный актив, который постоянно растет, он в худшем случае, в этом доме всегда можно жить и так далее. А если деньги будут просто лежать на счетах, то они будут обесцениваться и с таким количеством напечатанных долларов, то эти 342 тысячи могут превратиться через какое-то время, через 10-15 лет в гораздо меньшую сумму и их покупательская способность в разы упадет. Этим, я и думаю, обусловлен рост 5,1%. Еще один фактор, который толкает популярные акции наверх, это Robinhood. Кто не знает, Robinhood это приложение для телефона, для iOS и Android, на котором в один клик, если, естественно, вы являетесь гражданином Америки или у вас есть специальный social security number, то есть номер проживающего на постоянной основе человека в Америке, то вы буквально за 5 минут можете зарегистрировать аккаунт в Robinhood, подключить банковский аккаунт свой американский и начать без комиссий. То есть сама платформа не берет с вас ни копейки, то есть ту цену, которую вы видите на экране в приложении, по той цене вы и покупаете хоть одну акцию, хоть тысячу акций, комиссия ноль. На этом они как бы хайпанули в свое время, на этом они и выросли. И многие вот такие вот доморощенные новые инвесторы, миллениалы, наши ровесники, они в Америке очень активно этим Robinhood пользуются. Если мы возьмем аудиторию в миллионы человек, которые постоянно что-то инвестируют, 99% из них они особо не вдаются в подробности. Они просто знают какую-то компанию, у них Disney, Apple, Microsoft, Tesla, Boeing, Amazon, Alibaba, Facebook, Netflix, Nvidia. Я не знаю ни одного человека своего возраста, кто бы не знал каждую из этих компаний. Все мы их прекрасно знаем, все мы прекрасно знаем, чем эти компании занимаются. И, соответственно, люди, у которых есть какие-то средства, они готовы в эти компании инвестировать, потому что они напрямую с этими компаниями постоянно коммуницируют, они с ними как-то связаны, они знают, чем эти компании занимаются, они пользуются продуктами данной компании. Соответственно, вне зависимости от того, у компании все хорошо или плохо, растут ли их доходы или нет, увеличивается ли их бизнес или нет, люди просто начинают свой кэш, который они хранили в банках, вливать в те или иные акции. Из-за этого, независимо от того, что Disney парки были закрыты огромное количество времени, у него большие очень проблемы. Да, Disney, он не только из парков состоит, но тем не менее, то есть, их платформа стриминговая еще не встала на нормальные ноги, на поток, но парки им делали достаточно серьезный объем дохода. Сейчас эти парки закрыты, я тут, честно говоря, не слежу там за Disney очень пристально. из последнего, что я слышал, что они до сих пор не открылись или открылись в каком-то очень ограниченном режиме. Поэтому просто компания Disney три месяца парки стояли закрыты, и кусок прибыли там 15-20%, которые приносят парки, они просто были ноль. Компания не получала ничего. Apple компания, у нее почти там больше половины прибыли составляют продажи айфонов. То есть случись что-то с айфоном, выпусти неудачную модель, или там китайцы или корейцы выпустят какой-то просто айфон киллер очередной, или что-то случится просто с компанией, что-то пойдет не так, и айфоны перестанут так хорошо продаваться, то ценность этой компании упадет в разы, учитывая, что сейчас она очень сильно переоценена. А если что-то случится с айфонами, допустим, то компания с 400 долларов может стать стоить 200 долларов или 150, потому что весь бизнес компании Apple завязан именно на айфонах, все остальное делает гораздо меньше продажи. Ну Microsoft Tesla тут говорить нечего, у Microsoft тоже есть хорошая модель бизнеса, Tesla сейчас разрывает всех и вся, то есть это просто отдельный разговор, Boeing, компания, которая просто это спекуляционная компания, когда-то Boeing стоил еще в начале года 300, там по-моему 40 долларов, сейчас он стоит 180 и все люди типа о, круто, я мог купить раньше Boeing за 340, а теперь за 180, буду его покупать, но никто особо не вдается в подробности, что у Boeing проблемы, я делал отдельный ролик про Boeing, про их проблемы с Max, с моделью Max, у них целые парки самолетов никому не нужных стоят, компании, авиакомпании, многие возможно обанкротятся и на рынке будет огромное количество бушных самолетов, которые нафиг никому не нужны, поэтому люди спекулируют на данных акциях, поднимают их в гору, но цена данной акции 180 долларов, она даже не отвечает той действительности, которая есть на данный момент, от того, что она стоила когда-то 340, это далеко не значит, что сейчас она стоит те же самые 340, или она дорастет в ближайшее время до 340, возможно это случится, возможно Boeing переломит ситуацию, и через 5 лет она будет стоить обратно 340 долларов, но может быть и обратная ситуация, что рынок пойдет вниз и она станет стоить 100 долларов или 80 долларов, и тогда все эти люди просто в панике начнут продавать свои акции, выходить с минусовыми показателями, Amazon, ну тут просто сумасшедшие цифры, Alibaba, Facebook, Netflix, Netflix просто во время коронавируса и эпидемии просто хайпанул нереально и вырос в огромных количествах, все это, то есть люди начинают вытягивать свой кэш и начинают инвестировать в данные компании, все это ведет к их росту, поэтому что же делать в данной ситуации, никогда бы, я с самого начала это постоянно говорю, никогда не инвестируйте 100% своего капитала в какую-то одну акцию и даже в несколько акций, моя стратегия, которой бы я придерживался, если вы только сейчас начинаете, или вы думаете, что вообще делать, то это иметь пул каких-то серьезных, стабильных компаний, 5, 7, 10 максимум штук, каждая компания, в которой вы разбираетесь и вы знаете, что она делает и при этом всем держать от 10 до 50% денег в кэше, если вы очень уверены, что рынок будет дальше продолжать расти, то 10%, если вы ожидаете, что он упадет, то чем больше кэша у вас останется, тем будет лучше, но я не устану повторять, что на фондовом рынке гадание никогда не приводит к какому-то результату, невозможно предугадать рынок, никто этого не знает, поэтому в каждой ситуации, в каждый момент времени вы должны создавать такую ситуацию на фондовой бирже для себя, чтобы при любом движении цены вы были всегда в выигрыше, то есть если у вас есть кэш, то при падении цены вы всегда сможете купить дешевле, вы должны радоваться тому, что вы можете купить хорошую акцию, которая показывает хорошие результаты, но у нее сейчас какие-то проблемы подешевле, и в будущем эта акция растет, если же уровень акции, цена акции будет постоянно расти с того момента, как вы купили, то вы будете радоваться, что вы купили по хорошей цене, и у вас эта акция лежит, и вы не пропускаете этот рост, то есть в каждый момент времени у вас должна быть выигрышная ситуация, вы не должны гадать, продать все акции, или купить на все 100% денег акции, всегда должен быть баланс между кэшем, у вас он всегда должен быть хотя бы 10% всегда находиться, чтобы если какая-то акция просела, вы всегда могли усредниться и докупить. ну надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным, задавайте вопросы, готов выслушать ваше мнение, обсуждение, как в комментариях, так и в нашей группе в телеграме, всем спасибо, мы увидимся в следующем выпуске, всем пока-пока.